Украина не оставит без ответа обстрел города Марганец в Днепропетровской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, жертвами ракетной атаки стали 13 человек, более 10 ранены. В Киеве заявляют, что стрельбу российские войска вели с территории Запорожской АЭС, которая расположена на другом берегу Днепра. Крупнейшая в Европе атомная станция находится под контролем российской армии. В конце прошлой недели на ее территории упало несколько снарядов. Россия и Украина обвинили в этом друг друга. Москва при этом запросила провести экстренное заседание совместа ООН, назвав обстрелы АЭС украинской провокацией. На встрече должен выступить глава Магатера Фельгросси, который выразил желание лично посетить объект, если туда сможет отправиться группа экспертов. В то же время представители стран Большой Семерки потребовали от России и вернуть контроль над станцией украинской стороне. Серьезную обеспокоенность происходящим вокруг АЭС выразили в МАГАТЕ и ООН. Пребывание на объекте повышенной ядерной опасности, вооруженных людей с боекомплектом, с боезапасом и всем подобным и далее ставит под угрозу жизни и здоровье миллионов людей, десятков и сотен миллионов людей. На этом фоне страны ЕС в конце августа в Праге рассмотрят предложение запретить выдачу россиянам туристических шенгенских виз. С таким призывом выступил глава украинского МИДа Дмитрий Колеба. Президент Украины заявил, что подобные меры должны коснуться даже тех российских граждан, которые покинули страну из-за несогласия с войной. Многие европейские политики уже выступили в поддержку такой инициативы. Продолжение следует...